Прослушки нет, значит, можем начинать. Генсек ОДКБ, Владимир, после саммита организации в Минске посетит Ереван. Очень хорошо. Да? Конечно. Ну, связи не могут прерваться. Армения остается членом ДКБ. Исполняет на сегодняшний день. Есть предложение Армении? Я не в курсе, понимаете, данные вопросы обсуждаются достаточно калуарно. Но если это объявлено, что Иман Галимургалевич посетит Ереван, это считаю, что позитивно. Он представит, подписан документ армянской стороне, выслушает их мнение. Исчено, что данные документы, которые были приняты на саммите, они также найдут отражение и будут подписаны и армянской стороной. Потому что по тому списку принятых документов, которые опубликованы, по-моему, 11, я не думаю, что на стороне будут какие-то возражения по данным документам. На моем опыте документы такого характера подписывались на каждой сессии. Они имели разный характер, но, тем не менее, это документы именно о деятельности организации и ее развитии. Неужели Армения не заинтересована в развитии организации? Владимир, как вы думаете, у ОДКБ, кроме с Арменией, нет других проблем? Вы считаете, что в ОДКБ заявили, что Армения для нее это проблема? Ну, с Арменией мы уже сколько времени говорим о неполадках между Арменией и Арменией? Да, есть такая, к сожалению. Но организация, это живой организм, она развивается. На сегодняшний день Владимир Владимирович достаточно посвятил свое наступление и борьбе с терроризмом. Он сказал, что операция наемник. Я считаю, что ОДКБ решает возникающие проблемы. И те задачи, которые перед ней стоят, она их выполняет. И президент Казахстана об этом подтвердил, что ОДКБ получило мировое признание. И ее роль в поддержании международной безопасности на региональном уровне, она очевидна. И ООН это признает. Кстати, президент Казахстана очень оперативно попросил уйти миротворцев с Казахстана после событий. Миротворцы выполнили свою поставленную задачу. Ситуация в стране стабилизировалась. Правоохранительные органы Казахстана и вооруженные силы Казахстана самостоятельно могли выполнять те задачи, которые выполнили миротворцев. Так для какой цели там держать контингент дальше? В конце концов, это достаточно затратная часть. Владимир, что вы думаете о армяно-азербайджанском переговорном процессе? Ну, я, во-первых, считаю, что позитивно, что этот процесс идет. И все-таки я думаю, что армяно-азербайджанский мирный договор, о котором говорит армянская сторона и агербайджанская сторона, должен быть заключен на взаимных условиях. то есть в сторону должны прийти к согласию, иначе они просто его не подпишут, как все предыдущие 30 лет. Это первое. Это самое главное. И второе, после того, как будет подписан договор, этот мирный, соответственно, в регионе остановится мир. Разве вы армении? Не хотите, что в регионе у вас остается мир? Наверное, Армения самая большая хочет этого договора. Но дело в том, что здесь возникла небольшая неопределенность после того, как Баку отказался от переговорного процесса на западных площадках. Да. А почему его нужно ввести на западных площадках? Ну, это было согласовано. Кто знает, почему? Ну, видите, мы с вами не знаем, все подоплет, почему Баку отказались в проведении переговора на западных площадках. Но для меня, честно говоря, тоже непонятно, почему нужно было искать эти западные площадки для ведения переговоров. В конце концов, предлагались переговоры и в Минске, и в Москве. Почему нельзя было это не воспользоваться? Вы поймите правильно, что кроме нас, я имею в виду страну ДКБ, которая ближе всего находится к этому, мы соседи. Кроме нас, в любом случае, в долготочной перспективе заниматься этими вопросами и оказывать содействие и помогать некому. Я не верю, что запад будет помогать в той степени, в которой... Вы не верите, в Армении многие верят, что... Ну, это право каждого. Каждый, как я говорю, право. Да, конечно. Что наблюдатели, которые Евросоюза находятся на линии разгонечения, на границе, да? Очень полезную работу делают, кстати. Да, да. Но я не уверен, что если бы на этом основе линии стояли бы наблюдатели миссии УДКБ, о чем, собственно говоря, и говорилось с прошлого года, то они бы не выполнили свою функцию так, как им предписывалось. Почему Армения не пошла на то, чтобы на этой границе находились наблюдатели миссии УДКБ? Потому что УДКБ не для того, чтобы посылал наблюдателей в Армению во время этой агрессии, а конкретно... Военную силу. Чтобы послать военную силу... Армения является членом этой организации, да. В Силу необходимо было обратиться в УДКБ конкретно. Пошлите, пожалуйста, военную силу, если выражать таким совсем простым языком. Вы мне можете показать с армянской стороны документ, который бы свидетельствовал об этом? Хорошо. Из УДКБ такие документы не могут утечь, потому что совершенно четко никто их... Но армянская сторона, если она направляла, она может их подъявить? Аминь. 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 Аминь.